Новая инициатива китайских властей, которая была призвана накормить школьников из сельской местности, вызвала шквал критики. Её назвали откровенно неадекватной. Всё началось с сообщений в китайском микроблоге Синавейба в конце октября. Учитель-стажёр некто Сяолян опубликовал фото с так называемыми «здоровыми обедами», которые выдают детям в его сельской школе в провинции Хунань. Как видно, они включают небольшой пакетик молока и кусок хлеба. При этом общий бюджет программы составляет 2,5 миллиарда долларов. Достаточно внушительная сумма. Однако, согласно этой программе, каждый ребёнок должен получать всего по 3 юаня в день. Это чуть меньше 50 центов. Более того, согласно самостоятельным подсчётам Сяоляна, молоко и хлеб стоят ещё меньше. Автор предполагает, что как минимум треть бюджета до детей не дошла. В государственных СМИ о проблеме заговорили только по прошествии более трёх недель после первого сообщения Сяоляна. Согласно их сообщениям, трёх юаней недостаточно, чтобы обеспечить детям полноценный обед. Вслед за этим стало известно, что местные власти получили распоряжение удостовериться, что деньги, выделенные на здоровые обеды, дошли до правильных получателей.